Только пиздец и огонь. Книжка, седьмая моя книга, называется «Я умею огонь». Она вышла в 10-летие Октябрьской революции прошлого года. Октябрьская революция прошлого года звучит отлично. Короче, я расскажу вам маленькую историю, что попасть сюда на этот концерт, я ушла с другого мероприятия, в дверях которого я столкнулась с Тургановой. Все мы знаем, что это. Вы знаете, кто такая Турганова, знаете, что это было за мероприятие. И да, да, я очень хотела попасть сюда. Надо было брать с собой. Надо было с собой забрать. Да, она на сцену жила. Да, она на сцену жила. Да, Рус, так у нас с Тургановой, что теперь нас ждет? Ну, не знаю, это какая-то примета определенная. Может, она приедет сюда тоже, я не знаю. Короче, ладно. Ну, у меня веселых стихов на самом деле мало, потому что я живу в стиле гротеска, блядский цирк, поэтому все есть уже в жизни, и поэзия отражается слепо, так сказать, сию минут от радости и прочего. Я буду вставать и идти. Из этого запертить. И кто бы не запретил, я буду сиянием укутан. Пожалуйста, просто свети. Прошу тебя, просто свети. Свети мне, моя звезда, по сути, неважно откуда. Я буду идти на свет, которого может и нет. По снегу расколотых лет, босой, как побитый посуде, ты только и свети на взрыв, чтобы тем я сыт и согреть. Как долго, так кто бы знал, зачем, но плевать по сути. И если я вдруг упаду, и если совсем пропаду, и, кажется, в самом аду разрягаюсь грешно и стыдно, дай силы поднять глаза и видеть тебя, звезду, которая все горит, которая не остыла. Тогда мой усталый взгляд и вспыхнет на целый ад. Я стану как будто над надеждою, обожая всю эту родную быль, всю боль неизбывных врат. И пить ее буду, захлеб, и буду совсем большая. Браво! Что-то жарко тут, конечно. Раздевайся. Да я-то только... Ну да, софиты, они же вообще... Они такие софиты. Или играет другичное что-нибудь. Смири. Такая внутри теснота, что рискни усесться. Там верно Москва, я чувствую свой час-пик. Напрашивается рифма, а значит, с керца чистит, чистит. Нестись по туннели, свет глазами рыдая, в себе узнавать проклятый вагон метро, где нищенкой слепа Мария, моя родная, а болью угла Магдалина, она ребро, которое в драке отшибли бухие перцы, тяжелые перцы, гогот и перемат. Нестись по туннелю, а дальше хоть все по хельсе, на снег навались вот такенным изломом сердца, и жри его с кровью того, кто в тебе распят. Ведь это не Бог, а скулящее, неродное. Мне помнится Бог в кулаке, ибо там возник. Я дрался с тремя ублюдками на районе и выронил верно, вломив одному из них. Ты утром с порога в колючую кинешься зиму, и носом хлебнув ее с кровью распятой зари, услышишь красиво, почти что невыносимо, замри, замри! И оцепенеешь, восторженно погибая, и выдохнешь слово, и будет оно возник. И голубь-эмпан, порожденный твоими губами, слетит же с них. Миля, давай номер страницы, с одного до 124. Ах, какой благоприятный! Нет, я так всегда делаю, даже в франсляциях. Да ладно! Собержание! Вы иди, иди, даже все по-нушке, надо. Господи, патриотическое состворение! Да, я и учусь. Ведь любовь, это ты моя родина, злая женщина с лицом перекрестной феи, с походкой ветерана без ордена, чтоб рой гладила ржин. Ты пьешь водку на сцене, закусывая лепестком орхидеи, чтоб выхаркивать дальше мою проперченную жизнь. Ведь любовь, это ты моя радость, моя поэзия, самый крест, что из позвоночника вырос руками. Я привыкла бежать, как по лесу, по самому лезвию, наугад всей собою, неся тебя, будто знамя. Ведь моя любовь, это ты, это именно ты, дуреха, до последнего вздоха, не зная, что хорошо, а что плохо. Ведь моя любовь большая, как этот город, даже если мне запрещают твердить. Люблю! Это маленький мальчик, ему в темноте не спится. Это бабушка, чьи гордые руки выросли в спицы. И до ужаса вяжут ничто другое, как все это, о чем я Бога, коль есть, молю. Видеть с крыши, значит встать хоть немного птицей, потому что небо, какое бы ни было, как птица, и на грани него я летать, нерожденная, как на причале. Все стою и смотрю, как любой, кому все запрещали. Все стою и смотрю. Этот вечный оконный огонь, этот вечный иконный лифт, улыбающийся, как юродил, и так и хочется вскрикнуть за мой. И го-го! Скочить на метлу, полететь над тобой, родина. Моя злая любовь, моя кровь, без оттенка крова, если б знала ты, как мне весело, как хреново, если б знала, какая большая ты, хорошая этот галстук ума, мне накинув, как петлю на шею. Вот глядишь ты снизу землею, небом сверху, и тобою мы все, юродивы, тем, что поэты. Серб сощурился в месяц, в попытке нашего века. Лично я не знаю, чем объяснить все это. Хорошо! Еще, еще, еще! Садача! Юлечка, а можно землянику зарей, пожалуйста? А, ну еще заказы пошли, замечательно! Даже здесь, даже здесь на стиле. А я, ну что? Земляника зарей раскраснилась по зелени крови. Мы сидим вязавив, ты глаза мои пьешь, как ром. Мы умрем, но однажды, пока что лишь лето живей. Если дерево пляшет, оно не щадит ветвей. Солнце, плачущий бог, всякий луч облакам рубец. У нас вселилась любовь, злополучный, нахальный бес, точно ревностный вирус, который, уж если засел, то, конечно, не вырвется. Разве только совсем. По зеленым кудрям, по золотой ползет седина. День целован, румян, ром задорно дерзнешь до дна. Лейся, землю ласкай, листопад, серий нелепый тон. Мы проснемся, пускай, это будет потом, потом. А пока апокалипсис, дальше бордовый бред. Слава богу, покаялись, там еще в долгом пред. Мы молчим, тет-а-тет, по своим берегам стола. Если вечности нет, значит, попросту отцвела. Осень сонно вздыхает, рушась на земь спиной. You're my soul, you're my heart, лучше нас, только ты со мной. Кудри алобогровы в ногах обнаженных дубов. Осень пала, над гробом рыдает солнечный бог. Звезды ясно и слезно по савану снега цветут. Мы уже несерьезные, но все равно еще тут. Что умрем, говоришь? Я не верю, и ты не верь. Если дерево дышит, оно не щадит ветвей.